Минфин проведет оценку необоснованных расходов крупнейших госкомпаний. 30% опрошенных россиян постоянно перерабатывают. Минфин разработал методические рекомендации о том, как проводится оценка уровня операционных расходов компаний с госучастием и мониторинг их исполнения. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на пресс-службу ведомства. К необоснованным расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ, подготовленный Минфином, устанавливает порядок сокращения подобных необоснованных расходов. Рекомендации ведомства одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Это в целом прогрессивная мера. Не дожируй сейчас. В период санкций и спецоперации на господприятиях нельзя тратиться на роскошь и излишества. Хотя непонятно, почему раньше на это можно было расходовать государственные деньги. Но не только госкомпании раскидываются деньгами. Трудящиеся тоже необоснованно тратят в переработках самое ценное, что у них есть. Свободное время и жизнь. Работа.ру и Сберздоровье провели исследование и выяснили, сколько россиян перерабатывают и почему. В исследовании приняли участие около 3000 человек старше 18 лет из всех регионов страны. Треть опрошенных жителей России постоянно перерабатывают. 41% перерабатывают хотя бы несколько раз в месяц. Большинство из них прекрасно душно входят в положение работодателей и оправдывают свои переработки большим количеством задач и нехватку кадров в компании. Еще 28% участников считают, что они так больше зарабатывают. При этом половина, 51% опрошенных признались, что им никогда не доплачивали за переработки. Лишь около четверти, 26% всегда получали оплату за переработки. Также отмечается, что россияне недооценивают риски негативного влияния переработок на их физическое и психическое здоровье. Чрезмерная продолжительность рабочего дня значительно увеличивает риск причинения вреда здоровью как во время рабочего процесса, так и после него. Частыми исходами такого риска являются производственные травмы, эмоциональное выгорание, тревожное и депрессивное расстройство. Не только буржуазные власти дают рекомендации буржуазии, как ей действовать в ее же интересах, но и трудящимся есть кому подсказать. Дважды в год в Нижнем Новгороде проходит заседание Российского комитета рабочих, который в своих постановлениях дает трудящимся актуальные рекомендации к действиям. Рабочая партия России помогает обратившимся трудовым коллективам добиться в рамках закона улучшения своего положения на своих предприятиях. Товарищи трудящиеся, ваша жизнь бесценна, а вы в переработках за копейки тратите ее, причем на обогащение буржуазии. Вы жить-то когда собираетесь? За свою жизнь надо побороться, а кроме вас больше некому. Не всегда есть те, кто готов помочь вам в этой борьбе. Действуйте организованно и коллективно. Добивайтесь повышения оплаты труда и сокращения рабочего дня. Выполняйте рекомендации Российского комитета рабочих и обращайтесь за помощью в Рабочую партию России. Новости читал Александр Петров. С коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова